Вопрос, который меня искренне удивил, несмотря на всю свою простоту, один из кавалеров спросил, что должно содержаться в первом сообщении мужчины для того, чтобы женщина захотела или не захотела ответить. Вопрос, на самом деле, проще некуда. И странно, что этот вопрос никогда не задавался. Ни на одном круглом столе за почти три года их проведения ни разу этот вопрос не мелькал. И знаете, что меня удивило? Все ответы были разные. Кто-то сказал, мне достаточно просто короткого представления и сразу давай на видео свидание. Кто-то сказал, мне нужна подробная биография, я хочу знать, кто и что мужчина. Кто-то сказал, я хочу, чтобы мужчина написал что-то про меня лично, что его в моей анкете или в моих фотографиях зацепило. Кто-то сказал, я хочу увидеть какую-то его фотографию, которая именно его характеризует, его какой-то драйв по жизни. То есть если вы смотрели, слушали этот последний круглый стол, ни одного ответа не повторялось. Это хорошо и плохо. Хорошо в том плане, что было много ответов. То есть, в принципе, наверное, ответов 12-15 было. То есть, в принципе, достаточно серьезный массив ответов. Что в чате происходило, я не читала. Честно могу сказать, я просто не успевала. Я же переводила еще. Минус заключается в том, что, по сути дела, нету готового решения, потому что в зависимости от того, что девочки отвечали, у каждой из них было свое представление о том, что они хотят прочитать. Это получается, что я, как брачное агентство, не могу дать универсального совета, что должно содержаться в первом сообщении. Это ужас. Вы меня своими ответами, вы меня вытолкнули из зоны уверенности в себе, потому что я-то думала, я вот сейчас вот правильные советы даю, а оказывается нет, потому что кто-то из вас хочет фотографии получать, кто-то не хочет, кто-то хочет по работе узнать, кто-то не хочет. Одна девушка сказала, что если мужчина приходит на свидание и рассказывает о том, сколько он зарабатывает, или что он зарабатывает много, то это уже плохо. На что я так глазками закрутила и сказала, не, ну, а что ж плохого-то, ну, пускай мы знаем, сколько он зарабатывает, а что ж плохого-то, да? Если он готов об этом говорить откровенно, почему бы нет? Не надо вытаскивать из него информацию. То есть вот эта многогранность того, что мы, девочки, ожидаем от мужчины в его первом сообщении, оно делает для мужчин поиск на самом деле сложнее, потому что нету готового решения. По сути дела, по сути дела, мужчине надо методом проб и ошибок какие-то сообщения писать и надеяться, что он зацепит какую-то одну из струн.